переходим к третьему участку вопросов нет третий участок это извилистая река ну пока будем называть ее меандрирующая но она такая есть все я ухожу из чата включаю презентацию кручу дальше это река так вы чек дам большая река извилистая река вот вот сейчас я показываю вам 200 тысяч ник и наш участок вот здесь вот вот кортки роз поселок кортки роз и вот у нас видите дорога подходит так и вот сразу показываю или это 100 тысяч ник я уже забыл вот другой участок тоже 100 тысяч ник уже свежий здесь видите дорога там была подходила только к реке вы чек где в районе поселка квартира здесь уже дорога идет дальше на то есть река по всей видимости справа налево если я ничего не путаю вот соответственно мы это у нас будет южный берег будет левый северный берег будет правый и теперь тут тоже все на пятерку написано все отлично все хорошо тут только мои придирки методические основы пропускаем тем более что вот сюда эти методические основы вообще просто ложатся потому что меандрированы описание участка все хорошо значит практически здесь написано что здесь практически участок практически прямолинейный осложненный протоками старицами в общем направлении с востока на запад по широкому дну долины шириной около 4 метров километров основное русло шириной 340 метров занимает крайнюю левую часть дна долины то есть вот прижимаясь к этому прижимаясь к нему в районе поселка протока старый вычек да вот это она протока вот сейчас она узко извилистая занимает центральную часть долины до река течевых до течет по широкой равнинной низине основное русло с левой стороны примыкает коренному берегу отлично русло песчано-глинистые с галькой неустойчивые но понятное дело потому что здесь сейчас к типу перейдем все хорошо с перекатами до сотмелями островами ну ладно я уж сразу сюда сейчас переключусь чтобы уж это вот сюда переключусь вот вот наш участок вот здесь вот ведь вот есть дорога который вам показал а чуть какая-то вот дорога странная она вот идет параллельно вот непонятно или это паром был или бывший мост или будущий мост вот что-то здесь дорога подходит а потом опять уходит вот или порно чем что-то такое и плюс еще не смотрите здесь еще линии электропередач и вот фотография сверху я не знаю но по всей видимости эта фотография с существующего моста против течения туда и вот видите лэп а вот там за лэп по всей видимости наш участок так я включаю описание здесь все хорошо с перекатами видим до перекат есть вот мелесть острова весь ну всяко есть острова потому что даже вот этот остров да пойма широкая вот мне не понравилось слово обычно двухстороннее обычно это смысле она двухстороннее но в данном случае непосредственно в нашем створе она получается как бы одностороннее потому что русло прижато это уже написано было все правильно что она прижата к высокому коренному берегу вот этот коренной берег вот этот берег течение на нас а здесь течение справа налево вот высокий коренной берег вот поселок так сейчас я гляну так все правильно старая дорога и двухсоттысячник вопрос не все это в чат гляну я вредка редко лежу в чат вот как-то не получается все еще менять диалог получается это от себя тина ну ладно слушайте вот все заросшие лугами заболочено много проток половое в старец в створе перехода наблюдается низкая пойма вот она низкая пойма вот наш творит вот там низкая пойма так который затапливается практически в каждой половоде отлично ну чтобы тогда уж покажу и где-то у меня была фотография а вот она вот это наоборот ведь это вот уже от нашего створа вот лэп вот наш твор вот здесь вот лэп а вот мост и вот высокий берег это берег левый по течении а это другая фотография это как бы с высокого берега вот с этого высокого берега вид слева высокого берега вид через реку и на правую пойму в то время когда она затоплена я такой рисунок нашу фотографию так двигаемся дальше пути текст вообще все все хорошо все понятно все отлично вы же перехода расположен русловой остров да и там вообще-то каша получается то есть там он двигается еще кроме того расстояние от перехода до хвости руслового острова около 475 метров остров не залесен створи перехода вот вот это мне сразу это чисто же на чуть-чуть не понравилось написано что в створе перехода сейчас я покажу какую-нибудь другую фотографию так ну давайте вот теперь сюда смотреть вот вот этот существующая дорога существующий мост вот это бывшая дорога бывший мост и наш створ для это вот здесь вот остров а которым роман написал вот то есть наш створ он идет параллельно бывшие дороги чуть чуть выше и вот видите здесь у правого берега и песочек а здесь остров но как бы почти что у левогерек есть у левого берега песочек здесь у левого берега песочек здесь у правого берега песочек здесь извилина здесь спрямление тоже извильно здесь много следов старец здесь есть старые следы бывшего трусла то есть когда-то русло было вот здесь здесь видим эти гривы то есть в целом река путь меандрирует в целом на данном участке она прижалась к левому коренному берегу и выпрямилась это вот примерно то что мы с ксении обсуждали у нее тоже это было не тоже было извилистая река и тоже прижавшиеся к берегу и смотрите если здесь у нее хватает выписывать всякие кренделя то тут она вот здесь отвал песка если она что-то еще пытается моет здесь счет что-то дополнительно здесь вкидывается какие-то наносы по одному руслу и и по другому руслу а потом в общем то если вот просто вот формально то что мы видим мы видим на этом относительно прямом участке мы видим по обычной типы слых процессов видите по обочине слева выше створа нашего по обочине справа практически в нашем створе по обочине слева вот у моста по обочине справа ниже моста то есть ведь раз два три четыре вот это вообще-то на данном участке в целом меандрирующего русла на данном участке наносит проталкивается в виде помощней так читаем романа дальше створе перехода наблюдается осередок длиной 650 метров шириной 80 метров причлененный правом берегу вот но это чистая придирка моя что осередок причиненный к берегу называется помощь то есть в свой переход у вас понимаете вот бывает помощь бывает отчлененный помощь а серьез а в этой середак причиненный осередок То есть, а середок он должен быть посередине, а по обочине у сбоку. По-русски, да? По-бочине сбоку, а у середок по середке. Так вот здесь, если он сбоку, то можно сказать по обочине. Вот когда она очлениться, отрежется, если здесь проточка получится, то будет очленленная по... Ну, в общем, все это терминология. Все это фиксы. Главное, чтобы было понимание. Ясно, что здесь понимание есть. Четкое. Также проектированные, ну, канализация. Канализация, значит, ну, коммуникация в виде канализации. Пересекает пять раз протоку Старой и Вычигда. Так, смотрите, вот эта протока. Здесь она плохо видна. Вот протока. Это бывшее натуральное русло. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Два раза здесь пересекает. Два раза вот здесь пересекает. Один раз вот здесь. Сейчас я переключусь на другой слайд, где мне больше понравилось. Вот. Давайте вот на этот слайд, вот нижний, смотри. Почему? Потому что вот эта протока, о которой Роман написал. Вот. Вот вытекает. Потом вот здесь два раза пересекает наш створ. То есть створ идет вот так. Створ идет вот так. Чуть-чуть выше старой дороги. Раз пересекает. Два назад. Три пересекает. И сразу четыре назад. Пять пересекает. И видите, здесь трубы показаны. Раз, два, три. Я вижу или мосты. Вот что-то здесь как-то оно пересекает. И хорошая ширина. А вот тут это нет. То есть вот здесь протоки не будет. Но это мы сейчас сейчас отдельно будем выяснять. Там долинка, где есть пойма, где нет пойма. Это сейчас будем выяснять. Пока читаем то, что написано. Пять раз пересекает протоку. Который проходит в средней части, в центральной части дна долины. Створ перехода находится в среднем течении реки. Вычигда. А, но опять та же фраза, что следовательно, основная деформация заключается в смещении вниз по руслу окоммультивных образований. Вот это, ну, вот слово следовательно мне не понравилось. Потому что это не обязательно. Очень может быть, что и где-то в верхнем течении могут быть осередки побочные. И может быть в нижнем течении вовсю. То есть вот это на самом деле не следовательно. Это, ну... Вот если мы были бы теоретики, то может быть так и написали бы. А как практики мы знаем, что может быть все что угодно. При этом амплитуда вертикальной деформации может быть значительной. Правильно. Створ перехода могут спускаться как положительные, так и отрицательные формы слоу рельефа. Правильно. Типы слоев процессов. Створ переход через реку вычигда. Незавершенное меандрирование. Правильно. Почему? Потому что меандрирование... Меандрирование. В целом меандрирование. На фоне этого меандрирования, вот здесь прямой участок относительно. И на данном участке... Вот смотрите, что такое вот побочник. Давайте возвращаемся сюда. Вот что такое эти побочник? Вообще-то это зачатки будущего меандрирования. Видите? То есть как бы побочник у левого берега, река немножко вправо. Побочник у правого берега, река немножко влево. То есть это на самом деле попытки реки быть меандрирующей. Она будет такой, которой она была вот здесь. Она будет такой, которой она выше по течению. То есть вот вообще-то написано очень хорошо. Написано, что в целом река на участке развивается по незавершенному меандрированию. А вот натурально видно. Вот меандра. Вот она спрямилась. Вот вообще-то что? Это спрямление. Вот это спрямление вот этих бывших меандр. Вот была река когда-то вот здесь стекла. Вот она. Видите? Такого же размера меандра. Вот была меандра такого же размера, как сейчас. Или вот как сейчас. Вот здесь была меандра такого же размера. Вот здесь она была когда-то. И спрямилась. Вот это незавершенный меандрирование. То есть, ну, или по-человечески говоря, это меандрирование со всякими осложнениями. Здесь есть осложнения в виде спрямлений. Вот здесь спрямление произошло практически полностью развитое. То есть, практически по схеме свободное меандрирование. Вот была полностью развита излучение. Она спрямилась. Вот здесь спрямление. Вообще непонятно, что это такое. Но тоже спрямление какое-то, да? Вот тут спрямление произошло. Вот это, не знаю, может быть, там 100 или 50 лет или 300 лет назад. Вот это спрямление. На самом деле, вот это. Это спрямление вот этой излучины. Вот. То есть, в целом, это незавершенный меандрирование. Еще, кроме ограничений того, что есть разные варианты спрямлений, еще мы видим разные варианты ограничений. Потому что, как мы видим, что здесь ширина долины разная. Вот если, смотрите, вот широкое место долины. Вот если у левого берега уперлась в коренной берег, левое излучено. А вот здесь мы видим Старицу, который... Вот это вся ширина долины. А почему мост здесь решили строить? А потому что здесь узкая долина. Здесь на левом коренном берегу находится поселок. Здесь тоже... Вот видите, вот это коренной берег. Здесь тоже находится поселок. Вот, видите, еще поселок. Вот. То есть, здесь ширина долины практически в 2-3 раза уже, чем выше по течению. Видите, какая широченная? Вот. Соответственно, вот это незавершенное меандрирование в этом месте, оно 200 лет назад меандрировало, сейчас пока прямое. Еще через там 300 лет. Ну, вот если бы моста не было, предположим, если бы моста не было, не будет ближайшие 300 лет вот этого моста, то река опять здесь сделает вот такую петлю, подобную. Вот. Ну, видно, что вот это уже, по всей видимости, видите, поле здесь. Вот, по всей видимости, вот это поле, это коренное, а вот это вот излучины бывшие, вот эти, это вот пойма. То есть, вот дно долины, по всей видимости, вот от поселка, вот до этой вершины бывшей излучины, бывшей старицы. Вот такая ширина долины. Так, ну я опять отвлекся. Читаем. Тип. Незавершенное меандрирование. Правильно. Дальше еще более правильно описывал. С проявлением других схем деформации в русле. Вот. Таких как. Ленточный грядовый. Да. Может быть. Ну, не очень видно, но может быть. Пообычневый. Да. Вот натурально видим, что вот здесь как раз пообычне есть. Руслан Магурканц. Да. Потому что вот острова здесь в центре могут быть. Где-то здесь вот русло в центре. Все нормально. Свойственных руслан с активным движением в целом форме. Отлично. Незавершенное меандрирование. Скобка их прорвана излучина. Ну, в общем, отлично. Возникает сильно затапливаемых во время половины пойма. Правильно. Характеризуется наличие спрямляющего протока. Вот. То есть, вот смотрите. Вот мы сейчас с вами не знаем, что будет дальше. Или в ближайшее время произойдет спрямление какое-то. Или какое-то другое. Или какое-то другое. Или нет. Или, может быть, будет медленно попытка развития. И потом, когда будет развитие вот этих излучин, потом они будут спрямляться. То есть, есть подозрение, что может быть здесь некое спрямление. Но не обязательно. То есть, не обязательно, что вот эта протока... Сейчас я переключусь. Не обязательно, что вот эта протока старая вычигда. Вот видите, извилина. Вот даже вот так было, да? Когда-то вот так. Вот так. А потом вот эта была вот так спрямлена. Вот так как-то. Вот не обязательно, да? Мы пока не знаем, будет ли это протока спрямлением или наоборот. Современное русло вычигда является спрямлением в той бывшей. Вот. Но процесс все-таки правильно описан. Мы понимаем. Так. В скобочках. Прорвано излучин. Так, это я прочитал протоком. Начальная стадия, свое развитие. Излучин сползает вниз по течению. Увеличиваю угол разворота. Да. Вот смотрите. Вот сейчас... Так, опять переключаюсь в это. Правильно. Вот сейчас что? Сейчас начальная стадия. Сейчас... Сейчас... Вообще сейчас пока проталкивается побочня. И в ближайшее время. То есть, может быть, через 20 лет. Может быть, через 50 лет. Вот ближайшее время. Что такое ближайшее время? Я не знаю. Но. Вот эта форма придет сюда. А вот эта форма у правого берега в нашем створе придет в створ моста. Обязательно. Потому что я не вижу предпосылок, чтобы было по-другому. Для того, чтобы было по-другому, мы могли бы что-то думать. Вот, например, в узле слияния, что здесь какая-то переспределение. Переспределение стока. Выяснять, где больше сейчас сток. Я думаю, что сейчас основной сток идет по этому рукаву. Потому что он короче. Соответственно, в нем уклон больше. Соответственно, в нем скорости больше. Я вижу, что он шире. Этот перегружен наносами. Где-то он вообще узкий. То есть, вот этот уже отмирает потихонечку. Он, может быть, через 20-50 лет отомрет. Вот этот будет. Этот начнет, наоборот, интенсивно развиваться. А так как он размывается, раз он спрямился. Вот эти наносы, вот в виде этих четырех побочней и острова. Вот эти наносы вполне могут быть продуктом размыва вот этого спрямляющего русла. Вот эти наносы, которые были вот здесь. Они же, русло-то промылось. То есть, оно было узкое. Сначала никакого. Потом узкое. Теперь широкое. И эти наносы же взялись отсюда и выкинулись. Куда? Вот они куда-то выкинулись. И вот они как-то сползают вниз. И как-то живут дальше. Вот. А вот это русло, оно забивается наносами. Все. Она уже не справляется. Уже не может протаскивать. Видите, уже сопля какая-то там. Так. Раз сейчас побочней, они сползают вниз. Но в целом мы видим, что река все-таки меандрирующая. Она хочет потенциально меандрировать. Просто сейчас тут создались такие условия, что ей приходится справляться с проталкиванием вот этих форм. Ну, не знаю, через 100, 200, 500 лет она их утащит туда. Удащит. И здесь начнется меандрирование. И сейчас уже появляются эти процессы. Все правильно написано, что сначала начальная стадия развития звучит сползает вниз под течение. То есть, или побочные, вот побочные, как очень слабо развитые излучные, они сползают вниз. Побочные сползают вниз. И, соответственно, как бы и сами излучные, которых еще мы не видим, они сползают вниз. Увеличивая угол разорота, да, из практически прямой реки с побочными, будет получаться слабо извилистые. Потом еще более сильно извилистые. До завершения полного цикла развития излучного возникает, развивается пленящий полный проток. Да. Вот это написано в ВСН. На самом деле, это может произойти в любое время. Вот может случиться так, что наш побочень очлениться. То есть, вот этот побочень какой-то спрямится. Может быть, на другой стадии, в общем, на любой стадии может появиться спрямляющий полный проток. Со временем прощаясь в главное русло. Да, вот мы видим, что вот это спрямляющее русло, оно было спрямляющее, оно даже еще и развилось. Может быть, оно спрямилось по прямой, неизвестно, да? А потом, за этот период, вот, после, например, она спрямилась 50 лет назад. За 50 лет она, вот это прямое русло стало извилистым. Вот, но превратилось в главное. По мере развития спрямляющей протоки, деформации главного русла сбивает. То есть, вот шикарно описано, романом здесь, шикарно описано то, что произошло вот выше по течению. Затем бывшее главное русло отмирает. Видите, отмирает главное русло. А новое русло начинает очередной цикл развития по описанной схеме. Вот, видно, что оно начало. И здесь это же будет когда-то происходить здесь у нас. Спрямление русла растягивается на несколько десятилетий. Иногда процесс завершается всего за 1-2 года. Да, за 1-2 года это иногда происходит. На реках аридной зоны, где нет растительности. Или растительность такая, что она не способна сдерживать плановые высотные деформации. Вот, например, реки, впадающие в Балхаш. Да, там может вообще за 2 года произойти. В общем, все написано очень хорошо. Все понято. Все правильно. Затем, следующий пункт, это исходные данные. Перечислено, что используют для плановой деформации. Много карт. 200-тысячные, 100-тысячные космические снимки. Для глубинных деформаций будет использовано промер глубин, выполненный 24 января 2013 года. Глубинными сейчас не будем заниматься. Плановые сейчас доделаем. Вот. И сделан прогноз. Романом сделан прогноз плановых деформаций. Вот. Прогноз плановых деформаций. Сейчас откроется картиночка. Вот у меня открылась. Вот увеличьте ее. Здесь совмещены три. Вот это сделано так, как рекомендуется в СН. Вот тут мы ничего не придумаем. Вот оно сделано. Вот вы найдены карты. Совмещены. То есть, что значит совмещены? Это значит, первое, приведены в единый масштаб. Второе, север-юг соблюден. Третье, вот, или по контурам, или по координатам. Дальше что сделано? Дальше обрисованы бровки. Мы не обрисовываем. То есть, где мы можем обрисовать бровки, мы ими пользуемся. Береговые линии, в смысле урезали, не обрисовываем. Обрисовываем бровки. Вот. Есть три. 68-й, 94-й. Вот тут у меня стюмус какой-то. Вот. Что мы видим? Что тут хорошо и что плохо? С одной стороны, вроде бы, плановые деформации невелики. В общем-то. За 68-го года, за 50 лет, за 40 лет. В то же время видим какие-то довольно значимые места с довольно значимыми деформациями. Не в нашем створе сейчас пока даже смотрю. А вообще, в принципе, смотрю, что здесь есть. Вот вижу, что здесь русло... В общем, если уж совсем честно, то я не знаю, вот эти неточности деформации, чем они обусловлены. Или неточностью материалов, или неточностью обрисовки, или неточностью совмещения, или реальными деформациями. Вот. Хорошо. Но, тем не менее, что? Теперь сосредоточимся все-таки в наш створ. В наш створ что? В нашем створе, у правого берега, есть побочник. В нашем створе что-то произошло. Лучше тогда читаем, что произошло. Рассматриваюсь период 38 лет. С 68-го в 2006 год. Левый берег основного русла примыкает к коренному берегу. К коренному надо было написать склону долины. И выяснено, что происходит размыв в левую сторону. И за период 68-го в 2006 год составил 76 метров. Два метра в год. Отлично. Вот. То есть, сделан конкретный вывод. Сделан конкретный... Не то, что это еще не вывод. Это результат в отсутствии. Вывод должен быть еще более такой мощный. Результат получен, что среднемноголетняя скорость смещения левого берега влево происходит в сторону коренного склона долины со скоростью 2 метра в год. Отлично. Теперь. Теперь смотрим, что же происходит в нашем створе. В нашем створе, ну, предположим, вот здесь, да? Вот наш створ где-то вот здесь вот. А тут... Вот это вот две фотографии, это одна и та же фотография. Просто правый берег у меня сверху, а левый берег у меня снизу. Вот. Вот побочень этот. И наш створ, ну, где-то вот здесь. То есть, на фотографии мы видим, что побочень уже как бы уходит. Или, я не знаю, где точно наш створ, но, в общем, где-то здесь. Мы что видим? Мы видим, что у прав... Вот. Вот почему написал Роман, что это о Середок причлененный. Потому что он видит, что там у правого берега есть вода. А я ему утверждаю, да нет, это, наоборот, побочень очлененный. Ну, в общем, что-то такое. То есть, это как Катя. Я говорю, ну, ты что получил? Она говорит, 4 с плюсом. Я говорю, ну, вот. 4 с плюсом, значит, 5 с минусом. 5 с минусом, это 5. А 5, значит, молодец. Вот, что ты еще хочешь? Да нет, я думаю, что это 4. Вот. Я говорю, нет, 4 с плюсом, это 5. Вот. Так и тут. Что бы ни было, какой главный вывод? Главный вывод тот, что вся правая... Вот здесь река течет на нас. На нас. Вся правая часть русла здесь, заполнена носами. Вся левая практически прижата к коренному склону. Поэтому вот этот результат, что река смещалась в сторону левого берега, вот этого, где поселок стоит, смещалась со скоростью 2 метра в год, уже не очень актуален. Потому что, в общем-то, мы уже уперлись в коренной склон долины. И мы даем по нему немножко. Немножко даем. Вот. И теперь опять переключаем все внимание уже не на этот вот, на рисунке он правый берег, а в реальность это левый берег, высокий коренной склон долины. Ну, не долины, может быть, нижней части склона долины. Потому что сама долина может быть широкая, широкая, и там еще склон свой будет. Вот. Вот этот коренной берег. Да, берег. Правильно, правильно. Это я неправильно. Я уже термин не тот. Вот. Вот это называть надо действительно правильно, коренным берегом. Теперь-то уж что, уж он прям в русле. Вот. А теперь мы уже сосредотачиваемся не на этом месте, а сосредотачиваемся на правом береге, который вот на нижнем рисунке, на рисунке он слева. Вот. И смотрим, что у нас-то этот побочник уходит. А раз он уходит, то теперь-то остаются какие-то, возможно, могут быть предпосылки теперь для размыва уже того, правого берега. Вот. Ну, в общем, ответа у меня нет. Так. Ответа нет. Вот наш створ. Ну, тут, видите, тут побочни не видны. Здесь виден только один побочник. Видите, у правого берега и ниже моста. Так. А здесь он виден. А вот здесь наоборот. Здесь ниже моста, а у левого берега побочник. Вот. Я к чему тяну? Что вы даете, довольно уже обоснованно, вопросов нет. Размыв левого берега коренного. Что вот он что, ну, упрется, прижмет и будет что-то там еще потихонечку подгрызать себе эти наносы и валить в него будут. Но, что важно. Здесь основной процесс заключается в том, что нами явно выражены, просто видимые нами четыре побочника сползают вниз по сечению вот налево. Вот. Значит, побочник уйдет. За наш период он уйдет. И это очень сильно уйдет куда? Уйдет к мосту. Очень сильно отразится на том, что будут значимые вертикальные или горизонтные, ну, высотные деформации у правого берега. Потому что сейчас там побочник, а потом побочник не будет. Вот. Ну и, соответственно, даем, тут уже, в общем, на сколько фантазии хватит, возможно, какой-то микро размыв. Потому что, смотрите, если побочник вот этот, правый, который в нашем створе уйдет, то значит, к нам когда-то придет вот этот побочник и еще и остров у левого берега. Вот эти, оно придет в наш створ. Таким образом, отожмет. И вот этот наш размыв в сторону левого берега станет неактуальным. Уже размыв приступит правого берега. Мало того, если сейчас степень развитости, вот видите, вот эта слабая-слабая развитость, вот это зачаточное меандрирование не видна, то постепенно, там через 25-50 лет, она должна выражаться все более и более сильно. В общем, к чему я веду? Что каким-то образом нам надо попытаться дать прогноз размыла также здесь. И вот этого пойменного правого берега, который в створе как бы вообще не дать, да? Но мы смотрим выше, смотрим, что здесь происходило, какие здесь потенциально были изменения. Если вообще ничего не выделять не будем, все равно ноль не пишем. Все равно вместо нуля, все равно хоть что-то даем. Вот. Это плановая деформация. И, соответственно, вот самое-самое последнее, что нужно писать, это дать вывод не в результате 2 метра в год, а дать не в скоростных, а просто конкретно. Дать, что сместиться еще там на 10 метров, под которые там микроостаточек, микропоймы вот у левого берега есть. Вот она вся может потенциально за ближайшие 25 лет прогнозные размыться. Еще даже начать эрадироваться высокий склон. Есть такая потенциальная возможность? Есть. Вот это мы даем по левому берегу. И по правому берегу даем хоть что-то. Вот. В этом результате плановые деформации, прогноз плановый, не прогноз плановых деформаций, а оценка возможного, прогнозного, максимально возможного прогнозного смещения левого берега в левый и правый берега вправо, основного русла будет закончена. Вот. Ну и теперь оценка возможности разработки пойменных проток. Во-первых, здесь есть дорога. Бывшая. И в этой дороге мы видим, что там не просто так, а там еще и всего лишь... То есть, что? Пойма перекрыта. Пойма перекрыта. Новой дорогой, в которой есть всего лишь два моста, три моста. Раз, два, три. На основном русле слева, на спрямляющей протоке и на старой вычезе. Три моста. И есть еще... Ну вот я вижу здесь только три маленьких моста на старой дороге и основное русло. Вот. Сейчас мы занимаемся уже прогнозом разработки поймных спрямляющей протоке на правой пойме. Или сил нету, закончим, коллеги. Потому что сил нету. Я на самом деле не успел и работу сделать. Буду сейчас ночью писать. Вот. Я предлагаю закончить. Мы еще будем специально заниматься глубинными деформациями. Будем специально заниматься разработкой поймных спрямляющей протоке. И там уже еще раз все это разберем. Я предлагаю заканчивать. Если вопросы есть, то задавайте. Если давайте попозже, то тогда... Ну, завтра утром давайте встречаться. Хоть я буду ночью работать, но с вами все равно вам расскажу. Там следующий... Чтобы... Чтобы а то не успеем. Итак. До завтра, коллеги. Завтра встречаемся и двигаемся по плану. Право-то? Право-то? Да. Право не разобрали, потому что я не понял. Вот я не понял. Я просто натолкнул на идею, что надо бы подумать, какие они могут быть. Вот. А вот какие они будут, то... Вот как у вас душа пожелает. Вот как вот вы попытаетесь посмотреть в принципе вот на этом относительно прямом участке от слияния вот бывшего старого русла Вычигды и вот этого спрямления до того момента, когда она прямая, вот где побочная. Вы очень внимательно посмотрите вот в тех местах, где происходит смещение. Писал, что коренного. Да, это про левый берег. Про левый все понятно. На левый будет до коренного берега. А правый до коренного, в смысле, до коренной же у нас здесь, у вас же написали, что там 4 километра ширина. То есть здесь правый-то не коренной, правый пойменный берег. Вы же написали, что он практически ежегодно затапливается. Широкое дно долины. Все дно долины занимает правобережные поймы. И состоящий из большого количества проток, старец, там каких-то озерков. Затапливается. Соответственно, это пойма. И значит у нас правый берег в створе, пойменный. А, не дочитал. Правая сторона долины сложена протокой, старец. Здесь сложено разнообразное движение на нос, сложение протока, на ранец, на русле. Да, но тут вот философский вопрос. Тут вы не можете дать прогноз плановой деформации реки Вычигды. Вы не можете сказать, что вот ваше основное русло за 25-30-50 лет переместится до коренного склона долины. То есть здесь вы дадите какие-то небольшие плановые деформации непосредственно с самого основного русла вправо, размыв пойменного берега. А потом в разделе оценки возможности разработки пойменных спрямляющих протоков вы напишите, если вы там убедитесь сами и убедите всех остальных, что это может пройти вообще везде, то да, тогда можно забубенить и до правого коренного склона долины. Наш корыца красная. А если вы скажете, что нет, смотрите, здесь же большей частью она перекрыта, и есть только лишь какой-то участочек, где возможна разработка, спрямление. Потому что вот это русло, оно, в общем-то, практически должно быть мертвое. Но я не знаю. То есть я этот ответ сейчас сказать не могу. То есть как бы делим на две части. Вот это рассмотрение, что происходит с поймами, мы делим на две части. Первая часть. Как потенциально может размыться правый берег пойменный, когда побочный или причленившийся осередок уйдет и начнется просто размыв плановый раз. И второе, это как разработка здесь спрямлений. И вот как они будут сочетаться, я пока даже не могу представить. Ну вот такое видение, такое, скажите, не окончательное. Ну, если вопросов нет...